друзья всем доброе утро доброе утро воскресенье у нас сейчас 9 46 утра и я не смогла удержаться чтобы не поделиться с вами своим новым процессом мое утро кстати началось еще гораздо раньше это примерно в 6 30 и в общем все потому что моя новая идея не давала мне покоя и мне очень хотелось ее воплотить в общем то вот это мои такие процессы которые я начала вчера вечером я начала берет и знаете вот даже провязала один раппорт узора и в общем когда надо мне было переходить на 2 я поняла что я здесь ошиблась в одной петле и прям вот мне никак это не исправить придется распустить но в общем то ничего страшного я в общем пока вчера скажем так расстраивалась отложила берет начала вязать снут и сегодня вот я его продолжила вот это вот такой вот сну с пайетками вот идея возникла вообще совершенно спонтанно и я буду прям села за ее исполнение вот мне кажется будет очень и очень красиво смотреться тем более сейчас такой модный тренд с пайетками все вязать и они здесь смотрятся очень даже ненавязчиво лаконично и вот делают такой акцент также берете не только в резиночки вот если честно вот начала вязать и я где-то читала либо видела я не помню что когда вяжешь пайетками их надо потом вот они бывают что на изнаночной стороне получается их надо как бы потом перетягивать в лицевую я здесь попробовала так делать в снуде и в берете ну вот микро пайетки вот эти конечно маленькие их не очень получается вытащить ну вот белые то есть белые большие то есть они вполне хорошо вот возвращается в петельку то есть у меня вот нигде большой петельки то есть этой что такое же заговариваюсь больших пайеток нет ну вот выскочила ну то есть вот смотрите да то есть она вот на изнаночной стороне и мы ее возвращаем на лицевую и немножко подтягиваем все и она у нас тут остается вот в общем то я так процессы вязания на каком-то участке все время это повторяла вот и получился вот такой у меня снуд не еще конечно я буду еще вязать здесь узорчик и закрывать берет перевяжу все вяжется очень и очень быстро считайте я вчера вечером начала и вот на сегодняшний день что имею я думаю что я закончу снуд берет и все это постираю вот так что хотела с вами поделиться процессом что вижу такой у меня вчера был запал и я прям вот вязала вязала и утром ко мне когда пришла моя кошка я в общем-то поняла что это знак что надо вставать потому что очень хотелось повязать еще вот так что такие делам такое у меня прошло активное плодотворное утро у нас сегодня шторм с дождем у нас даже закрыли дамбу ну в принципе для питера это нормально и хочу сейчас показать свое небольшое продвижение мужском джемпере очень медленно он идет но я в общем-то буду стараться так что давайте перейдем к джемперу продвижение совсем небольшое я набрала рукавчик и уже дошла до 1 при бабочки вот и хочу вам показать вот эти спицы как они меня очень выручили спицы гибкие носочные вот такие вот маленькие и я взяла на пробу их это фирмы рукоделия я не очень удобные для вязания рукавичек и как видите рукавов да когда мы начинаем вязать рукав то есть не по пройме а вот таким образом и потом будем до его решил при присоединять вот очень-очень удобно то есть вообще такой классный вариант на замену чулочным спицам до что не надо на четыре там либо на три делите постоянно их туда-сюда гонять то есть вот прям ровно вяжется и кстати очень быстро я их купила еще весной они что-то вообще не очень дорого стоили решила попробовать то есть для рукавичек вообще очень классный вариант очень удобно и вот они мне сейчас очень спасают вязание рукавов пока видите недостаточно петелек чтобы начать вязать на круговых даже для тех которые укороченные до для шапочек то есть минимум не растяну я тогда вот пока еще минимальное количество петелек вот так что я знаю что у ади есть такие спицы ади трио вот ну я сначала решила попробовать на что-то недорогое вдруг они мне не зайдут вдруг они мне не понравится так что вот такие мои продвижения такая вот у меня возникла идея берета и снуда и вот прям надо мне взяться за рукав я скорее всего еще вам подключусь вечером покажу что же у меня получилось так что до нового включения ну хочу поделиться с вами наконец почти готовой работы почти готовым комплектом это берет я его уже связала постирала и растянула на тарелочку для того чтобы он принял форму сейчас покажу сниму его аккуратненько так и вот он уже видите с такой красивой формой высохнет и будет ее держать мне очень очень понравился перед его вязать вот этот вот красивый рисуночек вот так чтобы такая готовая работа я уже спрятала все кончики он еще влажный потому что я вчера уже вечером его заканчивала быстренько постирала растянула на тарелочке чтобы придать форму если честно я не знаю может быть есть еще какие-то способы для того чтобы берет принял форму может быть вот так вот его разложить влажном состоянии но я свои береты всегда растягиваю на тарелку и она примерно диаметром вот кстати важно найти такую вот большую тарелочку на в диаметре ну примерно 27 сантиметров это делается для того чтобы вот максимально берет растянуть и он потом все равно же немножечко до стянется чтобы было вот при придана форма и вот ведь он здесь также вот 27 сантиметров это вообще идеально будет красиво смотреться я извиняюсь за хрустящие звуки на заднем плане моя кошка решила пообедать видимо либо это у нее второй завтрак вот так что вот такой вот у меня получился беретик кстати ушло на него 20 ой сейчас вот я ошибусь 22 я хотела сказать грамма ушло со второго матка то есть все вместе 50 и 22 72 грамма у меня на ушло бери на берет с подгибом вот это остаточек здесь осталось 28 грамм и сейчас покажу снуд вот это уже снуд и я нахожусь на той стадии когда осталось буквально парю пароль и дочков так получается еще изнаночные и все да то есть я могу закрывать но вот у меня закончилась нить практически ну тут кусочек и здесь три моточка вот так что у вас на такой комплект смело уйдет 5 мотков и сейчас я вам скажу параметры до вто он где-то 32 сантиметра и высотой естественно он еще конечно после стирки немножко подрастянется примерно 34 вот вот такой теплый уютный снудик и я хочу обратить ваше внимание на то что я пайетки сделала только в центральной части сейчас расскажу почему потому что это же снуд и он у нас будет вот так вот драпироваться на шее и как раз вот здесь будет такой яркий акцент потому что эта часть все равно окажется у нас где-то там да с подгибом и по верхней части почему я их не пустила потому что подумала что не очень будет комфортно шеи хотя при желании можно да и пустите сюда я решила сделать вот эти только две такой вот акцентик на серединку да из тех соображений что вот он будет вот так вот когда трапироваться и будет очень видно вот вяжется все очень и очень быстро узор вообще легко запоминается я люблю такие узоры да как от который можно вязать не задумываясь да какой там следующий ряд то есть ты их свободно вяжешь от этого конечно увеличивается скорость вязания и скорость появления готового изделия вот так что у меня почти все готово увидела какую-то ниточку надо будет потом спрятать вот ведь он в мокром состоянии немножечко не так выглядит как вязаным то изделие вот но очень красиво ровно лежит уже форму тарелочка ему придала и хочу сказать что именно форму держит все нитки которые только x ключи исключительно натурального состава то есть я до этого вязала из непала там тоже да у нас шерсть с альпакой это стопроцентная шерсть и а вот он очень хорошо видите принял форму и будет ее держать потому что я уже как-то показывала свой эксперимент там где полушерсть и она вообще не держит форму но это так мой такой небольшой опыт и задние беретов конечно для шапки ту пряжу можно использовать вот но для берета это только натуральный очень нравится нет эта пимпочка очень классная она получается вот так что в такие мои продвижения сейчас кстати покажу рукав джемпера вот собственный рукав и я вот видите насколько продвинулась и что хочу сказать что у меня было провязано всего лишь семь рядочков здесь и вот такой вот большой отрезок я связала буквально за утро пока смотрела прямой эфир с юлия шаламовой всему меня вот так вот за часик за этот хорошо связалась так что сейчас я займусь конечно дальше вязанием рукава потому что мне уже надо начинать кардигана юлия так уже заговариваясь от иной скробовой вот ну в общем видите насколько можно за час продвинуться хорошего человека да сейчас тоже какой-нибудь включу видео на youtube и думаю что вот прям у меня план сегодня один рукав точно связать очень конечно сомнительно надеяться на то что я начну второй но первый вот у меня прям цель на сегодня связать на то есть первый рукавчик чтобы он сегодня был готов потому что я очень и очень отстаю так что вот такие мои продвижения если вам понравился берет или снудик или вообще в целом комплект напишите мне об этом пожалуйста мне будет очень интересно узнать вот и я желаю вам приятного дня и хорошей рабочей недели ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok